С переходом на цифру плёночные кинопроекторы стали раритетом. Например, в столичном кинотеатре такой экспонат есть, но в практике уже не используется. А вот ближний хутор может похвастаться таким аппаратом. Нет-нет, да и покажут на нём плёночное кино в местном ДК. В кинотеке около 300 произведений. Один художественный фильм умещается на шести-семи бобинах. Так что киномеханики не спят во время сеанса, только и успевай менять. Посмотреть на профессиональную и любительскую киноаппаратуру из советского прошлого могут все желающие. Экспонатов набралось на целую выставку. На контрасте с современными постерами на стенах ДК киноафиши из советского прошлого. На пожелтевшей бумаге название культовых кино. Сеанс стоил 30 копеек. Впрочем, навязчивой рекламы, чтобы пригласить в кино, тогда и не было. В 80-х тут все знали. По субботам культурная программа. У нас зал на 700 мест. И когда вообще приходил такой фильм, как «Индийский», «Танцор диска» или вот там «Танцовщица», у нас зал был полный, да ещё и проходок стояли. Плёночное кино крутили при помощи такого кинопроектора. Производство «Ленинград». Сделан на совесть. Даже спустя несколько десятилетий работает исправно. Вот идёт показ фильма. А это уже домашние, любительские версии. Фильмоскопы и кинопроекторы. По советским меркам, позволить домашний кинотеатр себе мог не каждый. Это могли только состоятельные люди себе позволить или нет? Ну, если на то время, если зарплата 80 рублей была, когда-то там у всех, ну, вот это стоило 120 рублей. То есть это дорого? Это дорого. Ну, и сам фильм стоил… Шесть рублей пятьдесят копеек. Шесть рублей пятьдесят копеек. Это уже аппарат посерьёзнее. Тут без киномеханика не обойтись. Передвижной кинопроектор. Он мог гастролировать по сёлам. Мобильный помещается в такой чемодан. Вот этот киноаппарат нам дали из центральной библиотеки города Бендеры. Как видите, он пострадал в 92-м году. Прострелили ему этот объектив. Постараемся надальше сделать его как-то в рабочем состоянии. В том, что починят, сомнений нет. Александр – механик первой категории. Тогда и сегодня его захватывают плёночные аппараты. Ретро-кинооборудование можно увидеть каждый день. Выставка работает с 13 до 4 вечера.